Понятно, что у задачи в Мордовии первое место, мощная, хорошая команда, но на мой взгляд мы сегодня тоже показали хороший футбол. В первом тайме, на мой взгляд, мы играли с нашим преимуществом, контролировали хоть встречи, были какие-то моменты, удары, полумоменты. К сожалению, во втором тайме немножко подсели назад, но не потому, что мы так хотели играть. Наверное, Мордовия так хорошо контролировала мяч, оказывала такие давления на нас, поэтому мы, наверное, подсели назад. Хотя у нас, опять же, были неплохие компр-атаки и неплохие выходы из обороны. В таких играх, где встречаются две хорошие сильные команды, ну, все решают такие нюансы, стандарты. На сегодняшний день. Да, и Рустам Мухаммедшин прекрасно знает, как может бить, и сегодня он исполнил. В целом-то, если говорить по игре, но, в целом, если говорить по игре, ну, наверное, все-таки закономерно под победой Мордовии. Им больше надо, играют дома и при равной игре используются шансы. Вопрос. Жень, мы не имеем возможности между всем очевидцем, из-за игроков в этом сезоне. Вы всегда использовали именно схему с таким количеством полузащитников или именно подготовили этот вариант для равных? Ну, мы по-разному играем. Сегодня решили сыграть так. У нас иногда мы играем и два нападающих, как Далка Хазов, но в зависимости от соперника, в зависимости от нашего состояния. Естественно, даже если они двое играют, то кто-то оттягивается, кто-то играет там левее, кто-то правее. То есть эта тактика выбирается тренерским составом на каждую игру. Сегодня решили сыграть так. Почему? Потому что знаем силу Мордовии, знаем, как умеет контролировать мяч, играть в класс. Знаем, как хорошо играть вперед. Два сильных нападающих у Сенка Мухаммеша. Поэтому с одной стороны насыщили полузащиту, с другой стороны встречали очень высоко и прессинговали моментами на чужой половине поля. Я говорю про первый тайм. Ну, а второй тайм, опять же, после гола показал, что мы умеем играть. И на разбой, я это ребятам вам скажу, надо было и с начала второго тайма так же агрессивно, так же уверенно играть. Как в первом тайме, как после того, как мы пропустили его. Если бы так играли, думаю, результат мог бы быть другим. Ну ничего. Вот вы с КамАЗом встречались с Мордовией трижды в сезоне 2011-2012 годов. Тогда такие три очень тяжелые встречи были. То есть вы знаете прекрасно командующую Мордовию, еще образца черночанкой. И вот эту команду, которая тоже как бы претендует на этот пример. Как вам кажется, та команда сильнее была или эта? Ну я не могу сравнивать. Это знаете, это как сравниваешь, как сборная там Бразилии, какого года сильнее там когда-нибудь. В 70-м году были, да, чемпионами или 58-го. Невозможно сравнить. Тут тоже там год прошел. Разброс по годам не такой. Ну разброс по годам не такой, но в целом-то нельзя сравнивать два разных тренера. Разные, наверное, методы, разные методы ведения игры. Футбол, который был прище Морченко, во-первых, нравился зрителям, да, во-вторых, приносил результат. Это самое главное. Сегодня тоже есть результат. Нравится ли зрителям, покажем, наверное, конец сезона или там зрителям на три года. В целом-то я не имею права сравнивать и как бы не могу вам сказать. А вот сегодня был минимум моментов, а то вообще не было моментов для ворота вашей команды. Как считаете, заслуга обороны, заслуга всей команды или все-таки недостаточно активно сыграли в игре командой в атаке? Ну я не знаю, как они сыграли, потому что в течение игры смотрю за своей командой. Это заслуга нашей команды, заслуга нашей игры. У нас вообще за шесть матчей было очень мало голевых моментов. Сегодня еще какие-то там были, пусть даже сами Селина там приводили и пусть даже там контратака в конце, да, уже, но они появились, когда мы уже там все вперед побежали. В целом-то это заслуга нашей команды. Мы так играем, мы играем строго дисциплинированно сзади. Какие-то специалисты, болельщики говорят, что это игра от обороны, а я говорю, что это не игра от обороны, а это строго дисциплинированная, дисциплинированная игра сзади, что мы и демонстрируем в этих играх. А скажите, а какие цели перед друг другом цезону поставили? Ну мы дебютанты, поэтому закрепиться в ФНЛ и выигрывать каждый матч и подняться как можно выше. Было ли обидно терять очки в матче с Арсеналом, ведущейся в планах? Ну как вы думаете, на 90 минуте пропускать? У нас две игры такие были, и вообще пропустили 4 гола, из них 300 стандартов из 4 голов. Поэтому, конечно, обидно. И в Белгороде на последней секунде матча, и на последней минуте матч уже дополнительный, также и с Арсеналом. И знаете, если бы не эти обидные такие ничьи, мы бы, наверное, сегодня выглядели в Валерине. Потому что, ну как бы, победа не есть победа, они отрыгают, они придают сил. Не скажу, что мы играли неуверенно сегодня, но было бы, наверное... Футболисты были бы, наверное, намного раскованнее и показали бы еще более лучший футбол. Хотя в целом-то я скажу, по самодаче, по движению, по каким-то игровым моментам претензий нет. Сыграли очень хорошо, тем и обиднее, наверное, поражение. И первое, поражение по терпению. Каково начать? Оно начинается. Вот у вас вопросы, каково, обидно ли, каково. Да, конечно, тяжело и неохота, но, как бы, вопросы, наверное, такие, на которых банальные ответы. Конечно, обидно, я уже сказал. И тем более, в такое, если от нас переиграли полностью, если было много моментов, как бы, общерпали штанги, там, не забили множество моментов, я бы еще сказал, да, команда сильнее и заслуженно победили. Опять же, заслуженные победы. Победы не все заслуженные. Значит, мастерство в данном эпизоде было выше у Мордовии, чем у нас. Но по сегодняшней мере, я бы такого не сказал, что Мордовия любила сильнее. Мне кажется, даже мы предпочтены, опять же, про первый тайм.